добрый вечер друзья хотелось бы вам рассказать об этом деревце это дерево локация розовая или по-другому рабиния я хочу рассказать как оно ко мне попало как ты проезжая в областном центре мимо одной аллейке я увидела дерево это уже было где-то конец июня наверное да когда уже все основные у нас кустарники такие как сирень яблони уже все цвел и вдруг я вижу за окном стоит дерево с цветущими красивыми розовыми цветами кистями я проехала мимо решил потом вернуться вернулась я туда через две недели да действительно стоит дерево метра три я вышла из машины сфотографировала цветы мне так захотелось узнать что это за дерево потому что летом у нас очень жарко 40 градусов и чтобы что-то цвело тем более дерево летом прям для меня загадка потом я как-то забыла с делами про это дело проезжала в том месте еще где-то через месяц с плюсом и что вы думаете стоит это дерево и она цветет но тут я уже точно не могла про это забыть приехала домой и начала в плитковике искать и узнала что это дерево зовут рабиния или по-другому акация бывает желтая розовая сиреневая такая немножко с оттенками ярко розовая и белая белая и желтая однократно цветущие а вот среди розовых попадается ремонтантная я начала искать в интернет-магазин попалась мне саженцы двух-трех летки но цена была кусача когда я пошла на авито начала искать может кто-то из частников продает нашла девушку уже не помню в каком городе начала задавать ей вопросы какой зимостойкостью обладает это дерево и какую жару переносят и как цветет она мне сказала что да действительно бывает что она может затвести в конце лета или даже начале осени мне это устроило потому что осень у нас бывает очень теплая заморозки бывает может где в двадцатых октября двадцатых числах это не всегда бабье лето бывает долго и бывает и 20 и 22 вот я выписала у нее этот кустарник пришел не саженец сверху была прищипнута верхушкой так как он просто не влезала в посолку вот я его посадила в мае того года он меня один раз зацвел вот и так как еще деревце было молодое я кстати начала его формировать как дерево я внизу сразу убрала нижние ветки и на зиму мы его укутали зима была суровая 30 градусов потом была весна были тоже заморозки довольно таки возвратно она перенесла хорошо по сравнению с моими летними сливами и абрикосами которых все подшибала ну вот и она у меня цвела уже в конце мая где-то на меня отцвела так жалко было на нее смотреть что вот она зацвела и неизвестно будет еще цвести или нет и что вы думаете проходит месяц вот сегодня у нас уже июль и что я вижу а вижу я что на концах каждой веточки у нее начинает формироваться цветочные почки это значит что опять будет радовать меня своим цветением ну конечно наглостью было бы своей стороны желать еще третьего цветения интересно такое вот дерево мне правда сказали что в интернете я почитала что возможно она будет воздушить своими своей порослию я спросила с рекламы сотниковой у блогера у нее кстати есть ролик об этом прекрасном дереве я задала ей вопрос по поводу поросли она говорит вы знаете это еще нужно постараться вот я думаю что может быть мне повезет потому что все-таки у нас здесь агроволокно и не будет такой проблем ну а потом когда она зацветет еще раз я вам покажу счастливо